13 часов 6 минут, микрофон Владимир Сметанин Добрый день, гость нашей студии Максим Исаев руководитель кировского филиала компании МТС Максим, добрый день Добрый день Ну раз же мы сейчас так активно говорили в нашей студии о медицине Вы хвалите ли больше у вас претензии к кировской медицине? С такого вопроса начну Вы знаете, я пока в таком возрасте, в котором особенно не нуждаюсь в медицине Вам 35 лет Достаточно еще много 35 лет, в общем-то еще, слава богу, ничего, живо-здорово Да, ну я вижу позитивные изменения По крайней мере, то, что видно внешне Это изменились фасады Началась как-то история, связанная с умными поликлиниками И это тоже все радует Вот, кстати, информатизация, здравоохранение Вы, как специалист, тоже, наверное, можете тут что-то внести, свою оценку какую-то Вот, знаете, часто люди жалуются, что система тупит, да, что называется Терминалы электронной регистратуры как-то не очень Я понимаю, что это все можно совершенствовать Да? Ну вот вы, как специалист, как оцените? Владимир, правда, все не сразу делается Не сразу Действительно, даже когда мы строим какие-то серьезные, там, энергоемкие крупные объекты Они не начинают работать сразу хорошо Собирается статистика, тюнется, налаживается Только после этого объект входит в рабочий режим Я уверен, что с этим бизнес-процессом такая же история Сегодня, безусловно, поговорим о качестве сотовой связи, о том, что будет происходить сотовая связь в нашем городе, в нашем регионе Вопросы стоимости, конечно, коснемся Но накануне я увидел у вас на странице в Фейсбуке сообщение о том, что бизнес-клуб МТС стартовал Давайте вот с этой темы начнем Что это такое? Давайте познакомимся с этим, что ли? Бизнес-клуб вчера стартовал, вчера и закончился Мы предполагаем, что это будет периодическое мероприятие Мы, как компания, лидер телекоммуникационного рынка, обладаем большей базой B2B клиентов Поэтому чувствуем перед собой ответственность знакомить их с современными услугами Помогать им улучшать эффективность собственного бизнеса В частности, вчера у меня было 5 спикеров Часть из них это директора департаментов наших крупных, интересных Которые занимаются продуктом EUT, MB, EUT, M2M Департаментов компании МТС Действительно, да И директор еще крупного партнера, который также работает с нами в связке Вообще, вчера достаточно плодотворно пообщались на эту тему Были очень много вопросов, были кулуарные обсуждения Действительно, сообщество в Кирове Мы приглашали руководителя IT-подразделений и топ-менеджмента Они интересуются этими вопросами А на что сейчас запросы идут у бизнес-сообщества? Коммуникации? Знаете, сейчас основной запрос это передача информации между машинами МТОМ сим-карты так называемые То есть у нас элементарный пример это платежный терминал Который не подключен к ШПД В нем стоит сим-карта Она передает информацию на материнскую платформу Вот эта передача называется общение между машинами Для этого нужна сим-карта Там минимальный порог, точнее, минимальные затраты на передачу данных Месячное пользование может 12-15 рублей стоить Но таких сим-карт сотни У нас сейчас в Кирове больше 40 тысяч таких сим-карт И ежегодно прирост порядка 25-30% То есть довольно объемный рынок Все верно И вторая интересная тенденция Это экономия капексных средств То есть средств, которые являются капитальными для компаний На услугах шеринга В частности шеринга, например, виртуальной платформы клауда Или виртуальной машины в клауде Столько терминов Могу сказать проще Устарел оборудование Люди считают, сколько стоит новый сервер Понимают, что это дорого Начинают изыскивать средства И сталкиваются с предложением их компании МТС Которая предлагает воспользоваться просто своей информационной платформой Которая есть в облаке, так называемая И просто платить определенный взнос в месяц за это Это, по сути, перевод капексных денег в ОПЕКС Когда ты по чуть-чуть арендуешь созданную кем-то инфраструктуру Не вкладывая в эти большие деньги Здесь сейчас получают столько, сколько нужно тебе сегодня Потому что сервер всегда на вырост покупается То есть ты заранее сейчас переплачиваешь за то, что тебе фактически сейчас не нужно Это тенденция для всей страны характерна Для всей страны, особенно для промышленных, индустриальных городов Это очень важная история Что происходит, хочется спросить Если произойдет со стоимостью сотовой связи Давайте на ней сосредоточимся СМИ в этом году я мониторю Регулярно выпускают статьи о том, что вот-вот сотовая связь серьезно подорожает И главным образом это связывают с принятием в прошлом году По-моему, еще в прошлом летом Так называемого пакета юровой Давайте об этом поговорим Что действительно стоим на пороге какого-то повышения? Скажу так Это действительно большие затраты Для всех компаний и мобильных И фиксированной сети Предоставляет доступ к фиксированной сети интернета И провайдеров И по нашим подсчетам Мы за пять лет для реализации всех пунктов пакета юровой Потратим около 60 миллиардов рублей Безусловно, это большие деньги Но я вас заверяю, что на стоимость услуг это сказываться не будет никак Мы понимаем, что сейчас основной для нас Возможностью развития является удержание собственных клиентов Их лояльность Поэтому расти таким образом негармонично То есть повышать цены мы не будем Мы будем следить и работать со своей эффективностью Для того, чтобы цены не росли Ну там следует напомнить, наверное, пояснить, на что нужны деньги Это, безусловно, дополнительное оборудование Для хранения звонков, переписки, да Собственно, абонентов О чем говорится и в этих принятых законах Все верно, да То есть если тезисно, есть целый ряд нормативов Которые регламентируют условия хранения той или иной информации Мы ее называем контентом То есть мы переписку будем хранить одно количество месяцев Звонки другое До полугода, по-моему, говорится Именно содержание, да Все это будет копироваться и передаваться в соответствующие органы Сейчас, конечно же, мы этого не делаем Поэтому все операторы сейчас перед серьезным вопросом Как быстро и эффективно нарастить инфраструктуру Для того, чтобы выполнять эти требования Ну и все-таки вопрос очень интересный Вкладывать такие огромные деньги И вы говорите, это никоим образом не отразится на клиентах Некосредственно на абонентах А за счет чего, так хочется понимать? Мы будем просто сокращать другие статистовые расходы Ну, например, основной статей нашей является, конечно же, вложение в инфраструктуру То есть это новые базовые станции Это развитие, возможно, новых технологий То есть здесь, наверное, чуть снизится скорость Только лишь потому, что мы не хотим эти деньги перекладывать на наших любимых абонентов То есть на строительство новых станций Вы имеете в виду, да? То есть сокращение некое Это единственный фактор, который вот сейчас угрожает или не угрожает И может сказаться на качестве связи Нет, знаете, на текущее качество или скорости Или на темпе прироста комфортности услуг Это не скажется Мы всего лишь немножечко, наверное, недоинвестируем в какие-то вещи Которые считали правильным до этого момента Но сейчас уже правильно, по-другому расставим приоритеты Когда эта работа начнется? Она уже начата Она уже начата, да То есть мы консультируемся с регулятором И те пункты, которые там понимаем одинаково Они уже выполняются То есть в данном случае, например, компания МТС Приобрела самый большой ЦОД У нас в стране он размером с 5 футбольных полей Находится в Подмосковье Центр обработки данных Как раз призванный, да, хранить всю эту историю У нас есть свой новый ЦОД Это импортное оборудование? Чаще всего Знаете, агрегаты, какие-то обеспечивающие жизнедеятельность ЦОД Могут быть российского производства Само информационное оборудование Оно, безусловно, производится вендорами Не в России У нас есть новый ЦОД В мае этого года запущенный Конечно, не такой большой Но он просто новый и современный Это Нижний Новгород Что к нам ближе всего находится И новый запущенный ЦОД в Владивостоке То есть мы давно уже начали готовиться к этому И вот покупка этого ЦОДа в Подмосковье Это, так скажем, решение там Вот сейчас насущных проблем Ну, я так понимаю, это в том числе и вопрос персонала То есть расширение базы кадров Должен же кто-то за этим следить Да, конечно, целая инфраструктура создается Мы умеем это делать Мы умеем экономить на этом Мы же давно уже предлагаем облачные технологии Которые посредственно Ну, так же, как на одной технологии с ЦОДом Располагаются в нем И, собственно, для нас все знакомы Там неограниченное количество у вас места предоставляется в уличных технологиях Или там все зависит У нас его очень много С запасом вы его на несколько лет вперед С серьезным запасом Писали, опять-таки, СМИ в конце лета, начало этой осени О том, что федеральная антимонопольная служба Потребовала отменить внутрисетевой, так называемый, роуминг Поясните, пожалуйста, о чем идет речь Как компания МТС Да, смотрите, мы, безусловно, реагируем на мнение регулятора Оно для нас закон Поэтому мы исполняем все те предписания, которые выставлены Сейчас на большинстве популярных тарифов Компании МТС роуминга нет уже Ну, в том... Что такое внутрисетевой роуминг? Давайте напомним И я тогда буду просто делать аналогии Мы все часто, жители Кирова, ездим в Казань Приезжая в Казань, мы становимся роумингом абонентов По старой схеме СМС-ы приходят, добро пожаловать Приветствую вас Приветствую, да, предупреждают об этом чаще всего По старой схеме, находясь в Казани, все звонки по Казани Мы совершали, будучи в сетевом роуминге оператор Сейчас технология другая То есть, по мнению регулятора, находясь в городе пребывания Ты должен становиться домашним абонентом для этого города А вот уже связь с тем городом, откуда ты выехал Или с другими городами Третьими, так скажем, да Они уже по старой схеме условного роуминга происходят Однако, это мнение регулятора Но мы пошли здесь дальше Мы, как я уже сказал, на большинстве своих самых популярных тарифов Которые максимальное количество абонентской базы сейчас охватывают Этот роуминг отменяем постепенно И он будет отменен до конца этого года Изменения действительно сложные Потому что нужно перенастраивать биллинг Нужно извещать абонентов У многих подключены опции оптимизирующие То есть, мы должны с этим как-то поработать А интернет уже сейчас у нас на всех тарифах, которые подключаются В существующие реалии Он является безровным по всей России Это опять же дополнительные затраты для компании? Да, ну я бы не сказал, что дополнительные затраты Это, наверное, потеря какого-то дополнительного дохода Но, опять говорю, мы здесь не сторонники того, чтобы увеличивать цены для наших абонентов Гораздо важнее, чтобы эти абоненты сохранили нам свою лояльность Поэтому мы будем работать с внутренней эффективностью Что, кстати, с количеством абонентов МТС сейчас в Кирове и в Кировской области? Как эта цифра меняется? Это уже не последнее время Да, смотрите, какой-то резкий такой рост Он уже прекращен, у всех операторов такого нет У нас с вами уже есть по две сим-карты в среднем Проникновение в Кировской области Разных операторов, да? Ну, может, у кого-то одного, у кого-то разных Сейчас в среднем у одного абонента две сим-карты От младенца до старика, условно, глубокого И новых-то телефонов у нас не появляется Зачем вам третий или четвертый телефон? Планшет второй или восьмой вам тоже уже не нужен Холодильники с сим-картами пока не у всех есть, так скажем Поэтому сейчас какого-то... Безусловно, это будущее В развитой Европе мы уже замечаем, что умные дома, так называемые Они реализовываются на принципе, в том числе и наши Те, которые мы используем для передачи данных Так вот, сейчас просто такая ситуация, что какого-то явного драйвера для увеличения количества сим-карт нет Есть обновления, кто-то меняет оператора, кто-то переходит от оператора Сейчас есть возможность сохранять номер и переходить от оператора к оператору Поэтому вся история с наращиванием активной абонентской базы в виде прироста сим-карты Она застопорилась немножечко Сейчас эти темпы 6-7% в год, в лучшем случае Гораздо важнее, насколько уже существующая база лояльна к оператору И выбирает дополнительные услуги для себя Сейчас все уже в большинстве своем поняли, что такое мобильный интернет Насколько это удобно Мы предлагаем дополнительные условия Ну, дополнительные услуги То есть люди понимают, что кому-то не хватает минут У нас буквально 2 года назад, к слову о потреблении Среднее потребление было около 2 гигабайт в месяц Сейчас это 8 Сейчас это 8 Маловато, конечно, 8 даже Понимаете, и все эти гигабайты, безусловно, люди покупают Они выбирают максимально адекватные для себя предложения И это тот драйвер роста, который сейчас для нас основным является на рынке То есть как таковой борьбы сейчас между мобильными операторами За именно вот эти сим-карты, ее сейчас нету У всех примерно одинаковая ситуация Все себе клиентскую базу набрали И сейчас только идет за счет качества За счет дополнительных услуг За счет каких-то предложений Когда вы абонента предлагаете ему задуматься А где выгоднее, а где лучше и так далее Все верно В этом поле идет Основной драйвер роста выручки операторов При вот таком стагнитивном развитии рынка В количественном выражении Он располагается на понятии увеличения эффективности каждого абонента Когда люди, как я говорил уже, понимают, что им нужно больше интернета, больше минут Они хотят дополнительные сервисы потреблять Вот это увеличивает выручку с абонентом Таким очень гармоничным способом Когда и абоненту это нужно И оператору от этого хорошо Раз уж мы поговорили о внутрисетевом роминге Давайте сейчас затрудним случай Когда связь, безусловно, требуется в поездках за границей Учитывая новости о том, что вот-вот нам пообещали открытие чартеров В Египет опять, да? Как в настоящее время абонент МТС чувствует себя за рубежом? Знаете, у нас всегда были самые интересные предложения на рынке Не потреблю душой, если так скажу И мы продолжаем об этом думать И есть целый ряд опций И даже целых тарифных планов, как забуговарища Которые позволяют достаточно комфортно пребывать Я всегда здесь говорю, что нет какой-то вот прям для всех полезной Одинакового полезного тарифного плана Человек должен осознавать, что он собирается делать со связью в отпуске Если он, или он в отдыхе Если нет существенной необходимости Я советую всем отключать передачу данных Мобильный интернет Пользоваться Wi-Fi Да, и спокойно отдыхать Потому что часто люди приезжают со счет-счетами И начинаешь разбираться А я принимаю прямое участие в этом У меня есть прямая линия Я очень много получаю обращений Конкретно, да? Да, конкретными ситуациями Я просто... Ну, 95% ситуации связаны с тем, что люди просто не управляют своим девайсом Они не умеют этого делать Поэтому хотелось бы порекомендовать именно изучить свои приборы Терминалы, так называемый терминирующий трафик И достаточно вдумчиво с ними обращаться в поездках Дети, бывает, берут планшет Начинают играть в онлайн-игры И после этого получается несколько тысяч шок-счета Всегда это очень неприятно То есть по-прежнему связь в заграничных поездках, она намного дороже, да? Да Это связано с взаиморасчетами между операторами Предпосылок к удешевлению этих вещей пока нет Знаете, такой небольшой секрет, наверное, открою Почему этих предпосылок нет? Сколько турок приезжает отдыхать в Россию И сколько россиян уезжает отдыхать в Турцию Ну, перевес, конечно, в пользу россиян, да? Да То есть первое на уровне арифметической погрешности от второго значения Именно поэтому никакого резона договариваться нет с той стороны Я напоминаю, что мы беседуем с Максимом Исаевым Руководителем кировского филиала компании МТС Если говорить еще о тенденциях, которые сейчас намечаются в сфере мобильной связи Что-то вскоре может стать реальностью Или меняется в любом случае? Или так, в общем и целом, мы пока уже охватились Мир меняется скачками Да И чаще всего Рывок затишье Да, так и есть, да Копим силы, потом опять рывок Но сейчас вот основная история, связанная с ожиданием сетей 5G Если немножечко только предысторию забежать Да, давайте поясним, да Все развитие информационных технологий зиждилось на том, что мы там вводили новые форматы связи, новые диапазоны Когда-то это было просто голосовые вызовы, потом появилось 2G с небольшой передачей данных Потом 3G, 3G+, сейчас 4G, 4G+, и следующий этап это 5G Вот все то, что было до 5G, в принципе, развивалось на той инфраструктуре, которая создавалась с самого начала То есть строились базовые станции, они модернизировались У нас получилось с вами в итоге 4G, где-то 4G+, Техника та же самая, железо то же самое, да? Опора та же самая, количество этих опор примерно то же самое То есть вот в Кирове как построили их, ничего нового не добавляли, просто модернизировали существующую инфраструктуру И вот у нас с вами 4G+, чтобы сделать 5G, нужно сделать существенные капитальные вложения 5G, это уже, ну так если прям очень утрировано, это уже абонент находится со своим девайсом в коннекте не с одной базовой станции А с тремя-четырьмя одновременно И они все должны быть в зоне видимости телефона То есть мы должны создать настолько плотную группировку инфраструктурную в места, где мы собираемся реализовывать 5G Чтобы гарантированно было 3-4 базовых станции Сейчас в существующей реалии такого нет Нам придется много строить, размещать, изыскивать новых возможностей Вот сейчас как нельзя кстати наш удачно реализованный проект совместно с Министерством информационных технологий Это опор двойного назначения Расскажите поподробнее Ну в общем-то всем, кто путешествует по крупным российским городам Это знакомая ситуация, когда достраивается навершие столба Или сам столб освещения немножко умощняется, меняется опора Он продолжает сохранять свою функцию освещения Но при этом на навершии размещается оборудование телекоммуникационного оператора Оно маломощное, оно достаточно компактное Сейчас есть в Москве очень приятные примеры Когда это, собственно, даже глаз особенно цепляется в ландшафте Вот это позволяет фактически иметь определенную оферту на размещение базовой станции в городе То есть где есть опора освещения, значит там может быть базовая станция И это нас сильно приблизит к тому, к тому серьезной, к решению той серьезной задачи, которая перед нами встанет Это тот путь, по которому будете идти, да? Используете эти опоры двойного назначения? В том числе, да, я думаю, что в том числе мы будем на них оперировать А по срокам внедрения опять же? В Кирове, например, по районам? Я думаю, что это начало 20-х годов 20-х Да Ну вот еще небольшая ремарка, чтобы вы понимали, да, как мы на это все смотрим Существенные капитальные вложения были сделаны операторами для развертывания сетей 3G Знаете, сколько сейчас смартфонов в сети операторов? По России, по области? По России, по России Десятки миллионов, наверное Ну, я назову долю Половина Половина То есть половина То есть половина То есть половина Это смартфоны Сколько у нас сеть 3G уже существует? Много лет уже, конечно, да Очень медленно, да, все это проникновение происходит? Все хотели 4G Построили 4G Знаете, сколько смартфонов 4G? Не очень много Не до 25% в России нет, с учетом Москвы и Питера, да То есть если берем региональные города, еще меньше А мы уже хотим 5G Я могу сказать еще для информации, что 5G в большей степени это сеть для вещей То есть пояснить простым языком Это сеть передачи данных Она нам с вами не особо поможет Когда у вас Google или YouTube открывается То есть мы разговаривать вообще разучимся, да? Быстро или очень быстро вы не замечаете совсем, знаете 20 мегабит в секунду достаточно, чтобы не отличить их от 100 мегабит Потому что у вас все сервисы уже работают Так вот 5G это очень емкая сеть, которая возьмет на себя весь машинный трафик Наши умные автомобили, наши M2M SIM-карты Все это будет уходить в сеть 5G А именно для них это нужно Чтобы был минимальный пинт, максимальная скорость доступна Чтобы автомобиль повернул там, где ему нужно повернуть Если смотрели позавчера там Наш премьер-министр Сколкова пробовал автомобиль Яндекс, по-моему Да, я видел в интернете уже, да Порадовал чувак, который на переднем сидении сидел И над кнопкой заносил руку, чтобы, не дай бог, что-то не случилось Это первые шаги этой технологии Но она точно придет Мы тут догоняем запах опять? 5G уже есть в рубеже? Есть тестовые варианты в странах Азии Поэтому я говорю, еще не особо нужен этот 5G, честно говоря Есть ли у вас телефон с 5G? Нет, конечно У меня тоже Обычный смартфон, среднестатистический И в продаже пока еще нет Это будет дорого, кстати, сами аппараты? На первых парах, по крайней мере Ну, мы видим тенденцию, что вообще все аппараты только дорожают То есть, есть два сегмента Или супер-премиум, или супер-дешево Какого-то среднего сегмента уже особо нет То есть, вымывается Мы видим айфоны по 120 тысяч рублей И недорогие китайские аппараты с теми же функциями Ну, там, может быть, так скажем, в кавычках, да Ну, уже до 10 тысяч рублей Какой, кстати, аппарат у руководителя компании МТС? У меня их два Бюджетный? Ну, достаточно бюджетный 5С Старый, я с ним давно хожу И 8+, с большим экраном Мне очень удобно Я часто в поездках нахожусь Оторван от своего терминала офисного Поэтому большой экран Позволяет мне постоянно быть на связи онлайн Я вижу все отчеты, все показатели Максим Исаев, руководитель кировского филиала компании МТС У нас подошло время небольшой паузы рекламной Скоро вернемся Продолжаем наше общение Максим Исаев, руководитель кировского филиала компании МТС Я думаю, что очень интересный разговор складывается Давайте про мобильный интернет еще поговорим Основной вопрос, который многих и меня тоже волнует Проводной интернет, он все уже отваливается Архаизмы скоро будут Мобильный интернет поглотит, когда все можно без сети протягивания Делать Ну здесь есть несколько мыслей на эту тему Лично мы считаем, что потенциал ШПД То есть широкополосного доступа через каблированную историю Он не исчерпан Еще не в каждой квартире есть интернет ШПД Но уже в каждой квартире есть сим-карты Понимаете, о чем речь? Ну вот я, например, переехал в жилье, собственно, год назад У меня нет проводного интернета Я не собираюсь его туда проводить Не потому что мне неудобно У меня есть мобильный роутер Все, мне хватает его Ну, это, видимо, показывает ваш профиль потребления Но зачастую большинство абонентов Все-таки выбирают и ту, и другую услугу И сим-карта есть? И сим-карта есть И тянется кабель в квартиру Сейчас это делается достаточно красиво То есть в новых домах современные застройщики Те, которые у нас топ-4, топ-5 Они все уделяют этому серьезное внимание Мы составляем техусловия на этапе сдачи дома Мы строим там в лотках В которых для нас предусматривают Раньше всего этого не было Не было, да Предусмотрено специальное место под размещение нашего оборудования То есть это очень приятно И достаточно комфортно для всех жильцов Когда нет никаких вот этих вот развесов по квартирам Ковид-каналов проложенных этих раздаточных Разноцветных всевозможных Ну какие плюсы у ШПД? Мы понимаем, что это больше отказоустойчивость Это все-таки фиксированная сеть Мобильная сеть всегда дышит от количества абонентов Автомат, не знаю, даже погода может повлиять на все это ШПД более надежная технология для тяжелого контента А именно для такого мы ее используем То есть мы смотрим онлайн-фильмы Мы там, не знаю, делаем какие-то видеовызовы Там звоним, ну, в общем, используем роутер Для раздачи Wi-Fi по квартире У нас там большое количество подключенных абонентов Все наши устройства сидят на Wi-Fi И там есть безлимитный интернет для всего этого Мобильный интернет, это несколько другой профиль Это гораздо более мобильный, удобный С нетяжелым контентом Но зато всегда под рукой То есть я думаю, что они просто друг друга дополняют И все наши абоненты В общем, пока они мирно сосуществуют, да? Да, мало того Например, в нашей сети они уже дружат Мы несколько месяцев уже предлагаем тарифный план Не стану рекламировать Но он подразумевает в себе предложение сразу обоих услуг Существенной экономии То есть когда ты подключаешь и то, и другое И если у тебя нет ни того, ни другого Ты сразу обе можешь услуги получить у нас в салоне Если есть и то, и другое Ты их можешь объединить Нет одного, есть другое Ну и понимаете, да? То есть все четыре варианта реализовываются И люди получают существенную скидку для того Чтобы пользоваться двумя услугами сразу Давайте сейчас поговорим о качестве мобильной связи И сотовой связи мобильного интернета В пределах нашего региона я регулярно вижу отчеты Областного министерства связи Как раз таки, да? И вы, безусловно, сотрудничаете Как и другие мобильные операторы Я вижу, что там достаточно высокие цифры всегда приводятся По количеству тоже накрытой сетью зон Но все мы знаем прекрасное путешествие на машине Едя куда-то в отдаленный район Ты обязательно попадешь в мертвую зону, что называется Где у тебя вообще ничего не будет ловить Ситуация улучшается И как компания МТС тут действует? Какие усилия вы прикладываете? Наши усилия существенные Особенно за последние, наверное, 2-3 года Мы реализовали большую программу стройки Я вчера делился этой информацией с партнерами Мы практически... Как раз по МТС бизнес-клуб, да? Да, в бизнес-клубе Мы миллиард рублей потратили за эти последние 2 года Для того, чтобы улучшить нашу сеть Это и новые базовые станции, и модернизированные Здесь сейчас мы лидеры по количеству базовых станций ЛТФ Кировской области И, собственно, вот это то, к чему мы шли эти 2 года И сейчас пришли... Работа-то еще продолжается? Работа-то постоянно продолжается Установка еще будет, да? Безусловно, у нас есть уже сверстанный план на 2019 год Мы готовим дополнительные инвестиционные программы И на 2019, и на 2020 Мы работаем на несколько лет вперед Мы находимся постоянно в онлайн-контакте С нашим министерством профильным Внимательно относимся к тем просьбам, которые оттуда приходят Есть поручения, которые дают жители Рассмотреть возможность организовать связь в каком-то поселке Но стоит заметить, что как бы мы лояльно не относились к этому Все равно есть предел возможности любого оператора Часто не получается Ну, точнее, зачастую может получиться так, что Поселок просто будет настолько маленький Что никакой эффективности не хватит А вот как раз, да, есть такое мнение Когда речь идет о том, чтобы подключить к связи Несколько близлежащих деревень, предположим, да В каком-то 50-100 человек Мобильным операторам это невыгодно, да, этим заниматься Так можно говорить, ставить вопрос Ну, если вообще отбросить все лишнее, да, то, наверное, вопрос эффективности Восстатки получаются мотарны, да Но, несмотря на это, вы все равно пытаетесь найти Мало того, мы уже нашли несколько вариантов решения То есть, если раньше мы оперировали только технологией строительства обычных макробазовых станций Ну, к слову сказать, базовая станция, которая стоит на опоре в 42 метра Она будет стоить порядка 6-7 миллионов рублей Ну, чтобы вы понимали, каковы капитальные вложения И это дорого У нас есть инвест-кейсы Мы всегда считаем, сколько это будет окупаться по времени Какая будет амортизация Мы все хорошо считаем Ну, насколько я понимаю, ведь базовая станция Вышка, да, как называют, она же индивидуальная Посмотрев, в какой местности она стоит Да, ведь? Верно Специфика у каждой есть Верно, мы подбираем наилучшее техническое решение То есть, правильная высота Правильный азимут Лыноклоны Используется оборудование нужного диапазона Мы это делать умеем Вот сейчас мы попробовали для себя новые технологии Установки микробазовых станций Которые стоят на порядок дешевле И уже сейчас есть возможность кооперировать наши усилия С усилиями компании, которая занимается устранением цифрового неравенства в Хировской области Мы знаем, да, в населенных пунктах 200-500, насколько я помню До полутысячи, по-моему, на конфигуривая цифра Устанавливаются специальные объекты связи Подразумевающие под собой внешний Wi-Fi роутер Который раздает интернет через Wi-Fi Таким образом устраняется цифровое неравенство Подключаются школы И все это очень полезно для нас То есть, мы в этом году уже несколько поселков построили Мы видим, что это работает Можно озвучить по карте? Помните, есть на памяти? Да, сейчас я в телефоне найду и сообщу Хотя бы парочку примеров А в следующем году какие районы, где будете работать? Мы работаем практически по всем районам То есть, мы, конечно же, когда строили свою сеть, сразу охватывали все Мы сейчас видим, что есть где-то недопокрытые населенные пункты Например, в этом году сделали акцент на пригород Кирова Были случаи, когда не было коврового, бесшовного, так скажем, покрытия в некоторых направлениях Сейчас оно создается И мы достаточно плотно и уверенно везде построились С современными нашими диапазонами То есть, как всегда на связи Вот ты двигаешься, и ты на связи останешься Например, я люблю слушать музыку и часто это делаю из онлайна Если постоянно находиться на онлайн-радио, например То, естественно, в местах, где будет плохая связь, будет прерываться Сейчас показатель таков, что по Кирову можно спокойно ездить, слушать онлайн-радио Через сеть МТС и прерывания фактически уже нет А с мобильным интернетом в районных областях? В районных областях в этом году мы существенно увеличили свое покрытие В частности, 4G То есть, мы за последние два года построили больше 200 базовых станций Дополнительно 4G То есть, там, где не было покрытия скоростного мобильного интернета Оно там появилось То есть, мы постарались максимально закрыть свою сеть технологий И планы, соответственно, тоже есть Есть планы, как я говорю В дальнейшем это развивается Но в плане мобильного интернета, я думаю, что большой ресурс именно в районах Кировской области Там ведь это единственная возможность выхода зачастую в сеть Знаете, есть районы даже, где эфирное... Не доходит, да... Не доходит, да... Есть даже такие... Есть... Оператор действительно остается единственной такой соломинкой, связующей с большим миром Я прекрасно понимаю, родственники живут у нас с севера, с запад области, да... Тот же Мурашинский, тот же Апаринский район Серьезные проблемы возникают, да, иногда со связью 4 минуты остается еще Давайте поговорим о социальной деятельности компании МТС в нашем городе Накануне как раз я виделся с городскими активистами И координатор красивого Кирова Анатолий Курбатов вам благодарность очень большую передавал И говорил спасибо за вашу, так сказать, легкую подъемность, легкий на подъем Если есть интересная идея, то вы всегда поддерживаете, так что спасибо В частности, воркалоплощадку он упоминал в Дворце пионеров, в организации, в которой вы участвовали Да, это не только наша заслуга, я бы хотел сказать Это стало финальным мероприятием совместного марафона добрых дел, челлендж добра, который назывался И вот на самом деле в начале этого лета удалось реализовать финальный проект Мы все вместе подарили городу с помощью ребят, которые сами месили бетон, сами строили ее Ну, в общем-то, всем миром построили эту площадку Я на правду могу сказать, что по мнению многих экспертов, мы ее многим показали уже И московским ребятам, которые серьезным воркаутом занимаются Все сказали, что это очень хорошее время То есть совместно нам в городе здесь удалось хоть чуть-чуть сделать его интереснее Есть такой же проект у нас в Томсуэрфест Ребята в Самаре придумали Мы здесь помогаем восстанавливать здания В частности, 1880 года постройки на Спаске На неделе буквально уже закончится реставрация До конца октября, по-моему, продолжается Да, 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 погоды стоят хорошие, поэтому я уверен В чем, непосредственно, компания МТС участвует? А мы, во-первых, как сотрудники Сотрудники у меня, как волонтеры, бесплатно просто работают По доброй воле или... Исключительно Или директор сказал, надо пойти... Нет, директор помогает всегда На стройматериалами Логистикой, транспортом Я иногда сам участвую в этих проектах Но помимо всего прочего, у нас есть еще подшефные заведения С которыми мы вообще не прекращаем отношения Детский, Слободской, центр семьи И дом престарелых в Кирове еще один есть Выбрали сразу молодые и постарше В этом году только закончили восстанавливать скамейки у них Облагораживаем их насаждение Благоустройство территории Если вы к нам придете в апреле-май в офис Вы увидите, что на каждом подоконнике стоят горшки с рассадой И эта рассада уезжает потом в эти заведения И сотрудники просто их высаживают, делают веселее жизнь и отдых этих людей Цветочная рассада? Я уже думал, огурцы, помидоры Ну, такое, наверное, тоже бывает где-то Но я до таких кабинетов не доходил И сотрудники, в общем-то, вполне лояльно, да? С душой относятся? Мы понимаем, да, что мы как лидеры рынка И одна из крупнейших организаций Должны вносить свой посильный вклад в развитие города Мы здесь живем, нам хочется, чтобы город был краше Проект, который, я думаю, многие видели Многие пользуются Мобильная библиотека Да, вот эти стойки на улице Буквально вот две недели назад мы обновили Они у нас несколько лет простояли в том формате Сейчас у нас добавилась литература Кстати, основные изменения, что у нас теперь есть там вятская литература Наших местных авторов Верно, да, любимых авторов И есть литература на родном языке То есть можно просто бесплатно через QR-код Себя качнуть книжку На каком родном? На родном языке автора Например, Вильям Шекспир А, вы это имеете в виду? Я уже думал, я как-то на области нашей церкви отучится На родном языке автор Это татарский, марийский, может, какой-то Ну да, есть мировые классики Шекспир в оригинале, в общем, есть В том числе, да Поэтому всех милости просим Достаточно симпатичные У нас несколько локаций в городе Отслеживаете, насколько это актуально Растет ли популярность Или она оставляет пока не очень? Да, действительно Действительно Ну, самыми популярными скачевыми произведениями Являются все-таки российские классики И это очень радует Что современно Чаще всего молодежь проявляет интерес к этим библиотекам Что они интересуются нашей историей, нашей литературой А сама подборка литературы, она кем выбирается? Которая вот эта мобильная библиотека попадает Мы консультировались То есть у нас на уровне корпоративного центра Была разработана специальная программа Которая позволяла нам взаимодействовать С крупнейшими библиотеками И собирать тот контент, который мог бы быть интересен Мог бы быть интересен И в том числе наверняка отслеживали А что пользуется спросом, да? Да, и вот сейчас как раз мы Из этих Ну, в общем, сделали определенные выводы После первого нашего захода Сейчас второй заход уже с учетом тех результатов, которые были с первого Завершается время нашей беседы К сожалению, очень интересно Максим Исаев, руководитель кировской фрилы компании МТС Поговорили о планах Планы большие Удачи в реализации вам Ну и до новых встреч Спасибо До свидания Всего доброго